приветствую тебя друг ты на канале веселый инженер меня зовут андрей и я рассказываю вам про машиностроение металлообработку и все что с этим связан потому что у меня опыт более 16 лет работа на производстве есть что рассказать а сегодняшняя тема как выбрать заготовку для деталей отливка поковка штамповка и прокат почему решил именно эту тему сделать потому что очень 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 много вопросов накопилось и все мне пишут как выбрать заготовку я решил ответить всем и в одном видео а кто впервые на канале телеграм-канал сообщества инженеров группа вконтакте веселый инженер где можно обратиться ко мне за консультацией на все на это ссылочки в описании переходите подписывайтесь будет интересно пообщаться и так заготовки что это и для чего вообще что такое заготовка я думаю что многие из вас знают но мы все-таки это повторим есть примеру валда на каждом производстве наверное который машиностроительное или не только машиностроительное изготавливают валы на большинстве производстве не буду говорить что на всех изготавливают 6 есть детали более сложной формы более сложной конфигурации которые не обрабатываются полностью обрабатываются только их отдельные части вообще существует очень очень много деталей для которых каждой отдельности имеется заготовка давайте же дадим определение что такое заготовка и так заготовка это предмет производства из которого путем изменения формы размеров шероховатости поверхности и свойств материала изготавливают необходимую деталь или неразъемную сборочную единицу вот такое определение хотя вы знаете еще до недавнего времени я думал что заготовка определение не имеет но мы все-таки есть давайте начнем с самого популярного популярного среди самодельщиков которые делают правильные производства в своих гаражах работают это прокат отличное решение для мелкосерийного производства но также используется часто в ремонтных службах вот так выглядит прокат это такие валики различные длины различных размеров и различного диаметра и сечения то есть изготавливается абсолютно какие вы хотите есть определенные ассортаменты конечно никакие хотите но все-таки можно подобрать что-то отдельное есть конечно и другой формы есть такие ну как бы противоположность до диаметру будем говорить что это квадрат или прямоугольник есть шестиугольники треугольный прокат полы какой хотите то есть столько столько много всего есть но все же из сортового круглого горячих атомного проката получают аппсимальные заготовки для изготовления ступенчатых баллов с небольшим перепадом диаметров осей ходовых винтов штук auf и другие подобные детали протяженно цилиндрической формы при любых типах производства круглый квадратные шестигранный полосовой листовой прокат широко используется в диничном производстве для изготовления деталей любой конфигурации почему именно прокат почему он используется в единичном производстве все очень просто специальные методы изготовления заготовок которые мы дальше кстати рассмотрим имеет очень дорогую оснастку при маленьких партиях выпуска детали она не окупается представьте ребята что есть примеру штампы до упаковки которые стоят по 10 по 20 тысяч долларов если вам надо изготовить две-три детали то конечно смысла в этом большого нет кстати если вам необходимо какой-то прокат именно из каких-то цветных металлов алюминий медь или другое то советую вам обратиться на сайт купим да что говорить я вам прямо сейчас его покажу а показать а вернее порекомендовать его хочу компанию купрум которая производит прокат из цветных металлов это медь латунь бронзо-алюминий олова и многое другое отличительной особенностью данной компании является наличие очень удобного приложения в которого можете накапливать не только скидку но и баллы за которые потом получать определенные фишки данная компания подходит не только для оптовиков но и поставляет в розницу от 1 килограмма и имеет кстати очень удобный калькулятор который вы можете высчитать любое сечение и любую длину или вес заготовки в общем переходите сотрудничайте заказывайте только качественные заготовки все ссылочки я оставлю конечно же в описании а мы возвращаемся в аудиторию и так вот мы вернулись паковка идеально для шестерни естественно да почему идеально для шестерни потому что все практически шестерни конечно если это единичное производство изготавливаются из паковки вот так она выглядит вы наверно много раз видели вот такие вот паковочки да есть конечно не только шестерни если другие детали изготавливают достаточно удобная заготовка с минимальными припусками ну конечно она имеет свои плюсы свои минусы и об этом мы сейчас поговорим паковка это промежуточная заготовка или готовые изделия из металла или сплава которые получают путем ковки или объемной горячей штамповки паковки используют различных отраслях промышленности служит для минимизации сдержек при обработке деталей за счет уменьшения стружки количество операций и сокращение затраченного времени конечно гораздо удобнее изготавливать из паковки если у вас массовое или крупно-серийное производство и вам важен именно время важно до изготовления то есть вы не можете простаивать долго потому что нужно изготовить много деталей то упаковка хорошее недорогое решение ну относительно недорогое конечно же дешевле заготовка из отливки примеру какой из отливки из проката ну то есть выбирать в принципе вам мы в конце четко определимся как выбирать они бывают кованые изготавливают с помощью кувалт молотов многотонных прессов данный способ повышает пластичность металла однако точность формы размера упаковок уступает штамповочным заготовкам до уступает но штамповки сожалению для нас до производственников стоят дороже штампованные производится в штабе путем деформации металла форму вот таких в основных варианта изготовления паковок давайте дальше штамповка точность и качество почему потому что штамповка она в принципе позволяет получить иногда сразу готовую деталь то есть которая будет использоваться это может быть деталь простой формы может быть деталь достаточно такой и непростой формы ну вот смотрите давайте коротенько до изготовления детали крышка дал показано очень хорошо тут идет заготовка опять же топор как да вот заготовочка потом делается осадка и потом уже из этого пятачка делается штамповка и уже когда оттачивается на токарном станке сверлить соответствие получается вот такая готовая крышка на крышкой может идти как на редуктор когда-то там ставится то есть достаточно точная хорошая деталь штамповка металла это технологическая операция которая представляет собой контролируемый процесс изменения формы и размеров заготовки под действием давления процесс отличается от других методов получения заготовок высокой производительностью а потому широко используется в различных отраслях промышленности до производительность действительно очень большая то есть она клипает 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 без остановки то есть достаточно быстро буквально там секунда до занимает на прессе до изготовления данных заготовок листовая штамповка есть объемная штамповка горячая объемная штамповка и холодная объемная штамповка вот такие методы ее получения я напоминаю что в самом конце мы разберем все критерии по которые по которым вам нужно выбирать заготовку и вы не ошибетесь отливка или просто литье как называют на производстве литье почему так называется потому что действительно металл льется нам заливается какие-то формы которые мы сейчас поговорим и получаем и уже на выходе готовую деталь представляете как вот можно отлить вот такую деталь куда то есть достаточно сложные формы и это одна из особенностей в принципе отливки как заготовки отливка позволяет получить заготовку практически любых размеров от простой да очень сложной конфигурации из всех металлов и сплавов качество отливки зависит от условий кристаллизации металла форме определяемых способом литья и так литье есть литье в песчаные формы это такое самое массовое литье но но самое и не точно да плюс много погрешности потом раковины всякая такая лабу день ну в общем это такое как сказать бюджетный вариант дали все песчаные формы литьев кокель это уже более точное лицо ну естественно она более дорогостоящие и самое точное самое лучшее это литье под давлением когда ником под давлением то есть получается самая идеальная заготовка можно добиться такого чтоб у вас при пуске были буквально миллиметр или два на сторону то есть вы пройдетесь за один проход снимете вас уже готовы это это очень точно но это достаточно дорого и так как же выбрать заготовку давайте сначала посмотрим вот такой вариант выбор заготовки вот смотрите вот наша деталь вот если изготавливаться проката вы представляете сколько металла да вот здесь надо будет снимать до конца достаточно не экономичными если в это деталь вам нужно одном экземпляре то естественно делать штампы что-то там мутить нет смысла проще сделать из проката выбор заготовки упаковка смотрите как паковочка идет это такие вот и она обрубается обрезка и туда разъема штампа и так далее здесь это припуски намного меньше в принципе идеальный вариант потому что но по цене и по качеству ну штамповка естественно уже получается достаточно точные геометрия и практически уже пару проходов и вы уже снимете у вас будет готовая деталька но штамповка будет дороже тут уже надо смотреть от массовости если достаточно массовое производство то есть смысл использовать штамповку если средняя серийная то конечно лучше паковка если единичная то прокат а сейчас давайте конкретно какой у вас материал сталь если вас сталь в чертеже то это прокат упаковка либо штамповка и очень очень редко отливка то есть это уже какая-то супер сложный деталь то использует от них если же у вас детали щегуна то различные способы литя в но только видеть чугун отливает если цветные металлы то это прокат отливка иногда делают и штамповки то есть предпочтительно цветные металлы конечно все детали из цветных металлов изготавливаются из проката иногда любит но очень-очень пред и так а зависимости еще от конструкции деталей то есть какая у вас конструкция детали тоже влияет на выбор заготовки если деталь простой формы то пожалуйста прокат идеально подойдет для вашей заготовки детали средних и крупных размеров простой формы с большими перепадами размеров паковочка намного реже из-за высокой стоимости отливка или штамповка о чем я вам говорил что отливка и штамповка стоит дороже поэтому делают из них редко ну в каких-то и может быть случаях если какая-то хитрая заготовка а так допустим для таких деталей используют паковки для деталей сложной формы отливка или штамповка потому что когда сложная деталь от ее как бы сделать из не упаковку ну не очень хорошо отлить идеально получается будет штамповка тоже подходит для данного вида изготовления заготовки на этом все друзья надеюсь было интересно ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на канал если вы впервые дальше будет интереснее пока пока